девочки всем привет давайте посмотрим что ждет в отношении к ближайшее время мы посмотрим на три позиции на три варианта можете смотреть все три варианта можете загадывать какой-то один дело за вами но каждый вариант это будет у нас сигнификатор отношений если ситуация не вашим соответственно нет смысла смотреть и так отношения номер один отношения номер два и отношения номер три или ситуация в одних и тех же отношениях если вы здесь загадали первый вариант вы слушаете да у вас такое происходит да вы смотрите дальше расклад если вы допустим продолжаете смотрите 2 и да у вас такая ситуация тоже в отношениях присутствия соответственно смотрите и 3 если вы не хотите так то соответственно Никто вас заставить не может. Выбирайте какой-то один. Смотрите, если сигнификатор подходит, значит, смотрите. Если не подходит, выберите какой-то другой вариант. И давайте приступим. Итак, второй, третий я пока отложу. Что сейчас между вами в ваших отношениях? Первое, смотрим. Так, ну, смотрите, я бы сказала, знаете, каждый доволен, в принципе, тем, как он живет. Здесь может проиграться для пар, которые не живут вместе, не на одной территории, а каждый по своим домам. И, скажем так, периодически встречаются, там, раз в месяц, может быть, ну, если далеко прям сильно живете, или раз в неделю, несколько раз в неделю, да. Но это именно когда я живу в кайф по своим правилам, по своей жизни, и у меня вот отношения, они как бы, знаете, как приложение ко мне, но не основная часть моих. Или же здесь еще, знаете, что может проиграться, когда вы, да, живете на одной территории, но, знаете, это не классическое понимание отношений, когда, я бы сказала, у каждого своя жизнь. То есть, по сути, вы просто делите одну территорию. Да, у вас могут быть очень романтические отношения, очень, скажем так, интимные отношения, но, по сути, своей, как бы, в основной жизни вы друг с другом не пересекаетесь, да, у каждого свои интересы, свои круг общения, друзья, не знаю, там, бюджет тоже может быть разный, что, в принципе, да, отыгрывается здесь. То есть, смотрите, если два варианта, которые я вам рассказала, не подходят, тогда оставайтесь, если нет, загадывайте другие варианты. Итак, давайте смотреть, что в ближайшее время, скажем так, будет между вами, да, как будут развиваться события, куда поведет судьба. Так, ну, мужчина со своей стороны, знаете, может предложить действительно какую-то стабильность, но на базовом уровне, да, это не про то, когда я тебе предлагаю выйти за меня замуж, и все у нас дальше сводится в прекрасное большое семейство. Нет, здесь больше про то, что вот я такой, у меня есть такая-то база, я тебе могу предложить то-то, то-то, такие-то отношения, да, вот так я могу тебя любить, может быть, вам действительно это будет немножко не подходить. И здесь, знаете, больше про то, что, ну, на большее как-то я особо пока сейчас не готов, не хочу, может быть, даже, потому что есть другие интересы, есть какие-то другие желания, ну, и, в принципе, а что, ну, тут, что ты хочешь, да, условно, если мы настолько довольны жизнью каждого, у которого она происходит, зачем нам что-то менять, да, то есть вот какой формат есть, на то мы давай дальше будем продолжать. То есть, девочки, если вы очень хотели развития отношений в плане какой-то совместности, близости, развития, опять же, в сожительство, или если из сожительства, то дальше в брак, но здесь давайте, так скажу, от мужчины пока этого не будет, мужчина больше будет настаивать на том, что вот то, как оно сейчас есть, оно хорошо. Те какие-то вот эмоции, скажем так, знаки внимания, которые я тебе оказываю, они вот такие есть, но а что еще больше, то есть оно же и вот так тоже прекрасно. Так, ну, здесь на самом деле, знаете, проигрывается больше про то, что вы со своей стороны будете не очень довольны этим всем, и больше будете, знаете, давить на то, что давай что-то решать, давай делать какой-то выбор, давай к чему-то мы будем идти. То есть, знаете, я бы сказала вам, эта ситуация уже, ну, как бы, да, вам удобно, да, вам хорошо, но в то же время, может быть, здесь влияние социума на вас происходит, да, ваших, там, друзей, коллег, семьи, возможно, родителей, да, что, а сколько вы так будете жить, ну, а давайте уже как-то что-то там решайте, съезжайте, или если у вас, допустим, ну, давайте так, нет детей, а время под пирамид, как вот, да, у нас говорят, то вроде как пора-пора уже, да, что вы ждете, но если вам плюс-минус вместе, хорошо. И здесь вы можете, знаете, вот под этим влиянием идти дальше к своему мужчине с тем смыслом, что, ну, давай-давай, о чем мы, да, то есть, вот, знаете, передавать все эти мысли. И здесь с вашей подачей действительно идет то, что, ну, давай уже решаться, давай уже дальше будем что-то развивать. И я скажу здесь, знаете, вот эта ваша позиция, она приведет к тому, что вы начнете бороться, то есть, я не скажу, что прямо там драки, скандалы там и так далее, да, нет, здесь про то, что действительно нужно что-то прямо кардинально в жизни пересматривать, а вот оно не хочется, потому что, ну, как-то, знаете, вот привыкли. Или же еще, знаете, что хочу сказать, здесь может проиграться то, что мужчина может поддастся, скажем так, на ваши вот такие жесткие, возможно, даже условия, которые вы будете ставить, да, но в конечном итоге, я бы сказала, вы еще, ну, попьет он в вашей крови, да, потому что вроде как вы сейчас победили, да, вроде как вы сейчас получили то, чего вы хотели, но по факту это вам еще как балкнется. Совет вам. Интересно. Смотрите, совет вам больше про то, что будьте стабильны в своем проявлении, знаете, я бы сказала, больше самодостаточной. И если для вас сильно важны отношения и семейность, то здесь больше про то, что выбирайте партнера, который тоже настроен на отношения и семейность. То есть, давайте так, если вот эта вся ситуация с тем, что мы живем раздельно, нам прекрасно, хорошо подходила, подходила и вам тоже, то здесь вопрос, ну, как-то вы лукавите, да, потому что вы же видите, какой мужчина, да, вы же сами его выбрали. То есть, если для вас было важно действительно взаимность и семейность, то вы бы, наверное, делали выбор в сторону другого человека. А если для вас, допустим, важно быть в том, скажем так, окружении, в котором вы себя создали, то тогда вопрос, насколько вы действительно хотите этой семейности и вот этой, ну, условно, взаимности, близости. Потому что совет вам, действительно, если вы хотите семьи, то стойте на своем, да, и, ну, как бы, то есть, я не скажу, что ведите себя, как будто вы уже семья, да, потому что это под сути, ну, как иллюзорность, ну, как принимать желаемость, действительно, да, это не совсем правильно, такие игры разума тоже будут получаться. А больше про то, что здесь должен проходить правильный выбор партнера. Если вы видите, что этот не идет или идет натугом, то, наверное, нужно что-то переподумать. Вот такой вариант для вас первый. Лайки, комментарии с вас, насколько у вас отыгрывается, что у вас в самом жизни происходит. И, соответственно, если вам нужен персональный разбор вашей ситуации, мои контакты есть в описании, связывайтесь со мной. Итак, пойдем дальше. Второй вариант, вторая ситуация. Что между вами происходит? Так, ну, здесь я бы сказала, знаете, есть, присутствует такая ситуация отдаления. То есть вы можете быть и, на самом деле, друг с другом, быть на одной территории, проживать вместе, но как будто бы не вместе. Банальный пример бытовой, это когда вечера вы проводите, допустим, перед телевизором, но в то же время каждый в своем телефоне. То есть, условно, вы вместе, но не вместе. Вокруг каждого создан какой-то свой этот барьер, мир, через который как бы не особо пробиться. Это первое. Это если мы такой примитивный уровень берем. Второе. Это про то, когда или ваши обоюдные какие-то понимания и установки, да, вот это вот понимание, в смысле, какие должны быть отношения, или что не должно быть ни в коем случае в отношениях, да, они создают определенного рода ограничения, что вы не можете увидеть за этими ограничениями партнера, да, и что он вам дает, и что он хочет от вас, допустим, получить. Это может быть, допустим, как только ваши установки, да, или только установки партнера, а может быть, вот вместе, да, у него своя пачка, у вас своя пачка, и вот они где-то вот так вот соприкасаются, да, где-то как стыкиваются. На этом стыке происходит какой-то конфликт, да, вы опять отдаляетесь, опять вроде пытаетесь как-то друг другу поближе подойти. Здесь вроде все, вот мы этот решили конфликт, да, вот мы здесь пальчиками входим, потом получается хоп, бац, и опять что-то. Здесь именно про... Я бы, наверное, знаете, еще бы сказала, притирка, возможно, характеров, возможно, вы недавно начали жить вместе. И здесь именно про то, когда у вас есть определенно свой созданный мир, да, в котором вам, я бы, ну, как не сказала бы, прям сильно комфортно живется, но вы привыкли там, и, в принципе, вы там умеете, в этом справляетесь, да. И сейчас получается, что вот это вот... созданные ваши мира, да, они между собой начинают как-то соприкасаться. И я бы сказала, вы не видите партнера, и то, что он хочет вам донести, и в той же самой ситуации партнер не видит вас, и что вы хотите ему донести с точки зрения своего опыта, своего видения. Если вам это описание подходит в ситуации, которую сейчас между вами, давайте смотреть дальше. Ну, ай, ладно, вышло так вышло. Что между вами будет дальше? Хочется сказать, ну, пупсики мои. Здесь, знаете, про то, что действительно желание быть вместе есть, желание любить друг друга есть, желание заботиться друг о друге есть, но есть очень много мыслей, установок, опять же, каких-то решений, возможно, в чем-то поспешных решений, да, страхов в том числе, которые, я бы сказала, знаете, бегут вперед планеты всей и как-то перекрывают вот это вот желание быть друг для друга. Здесь, знаете, возможно такое, что у вас сейчас проходится новый опыт, которого не было до этого в жизни, да, и вроде как, знаете, как-то и хочется, и колется. Вот действительно, я вроде и хочу быть рядом с ним, а в то же время вот он какую-то ерунду сделает, я на него смотрю, он как не знаю кто, и в мою-то картину мира не вписывается, и в моем понимании мужчина не должен так делать, и я понимаю, что, блин, что-то какая-то хрень, и, в общем, знаете, начинаются вот эти вот само... самоделание себе головы, да, всех нервов и так далее. Здесь про то, что, знаете, действительно вместе хочется быть, вместе даже, возможно, какие-то и действия будут совершаться именно в сторону общности какой-то, да, близости. Но, опять же, я здесь, да, ну, давайте смотреть так прямо, да, поскольку вышла вот эта наша королева, я больше про то, что склонна говорить, потому что у вас больше каких-то мыслей, которые, допустим, мешают вам быть вместе. То есть, опять же, если мы будем смотреть про причины, да, то есть вы смотрите, почему не можем, да, или почему не получается, но вы не смотрите, почему, да, почему мы можем быть вместе, почему у нас получается, что у нас хорошо получается и так далее, да. То есть здесь, если на самом деле сейчас вот про вас, то задумайтесь, где-то вы действительно перегибаете настолько, что, знаете, хочется сказать, да успокойся, уже не надо думать так много, перестань думать так много, да, вот действительно хочется так сказать. Ну, вот вам и говорится, да, станьте уже более чувственной, станьте уже более, знаете, такой, не то, что прям совсем мягкой, да, а вы видите эмоции на первый план, то есть немножечко закройте, я бы сказала, рациональность свою. Да, думать это неплохо, и действительно в отношениях думать это хорошо, но, знаете, как будто бы вы через черно думаете, то есть если особенно вы тревожные какие-то, да, вам свойственно как-то, знаете, вперед планеты бежать и придумать уже 1500 вариантов развития отношений, вот прекратите это делать, да, давайте вот так, наслаждайтесь моментом, в котором вы сейчас находитесь, потому что по сути своей, я бы сказала, здесь вам нужно, ну, посмотреть вглубь себя и вообще понять, что вы хотите. Настолько ли вы, ну, во-первых, сами себе можете дать то, чего вы хотите, и насколько вы сейчас вообще находитесь в ресурсе для того, чтобы и мужчине своему тоже давать, ну, вот, эмоции, чувства, да, потому что, опять же, если мы, давайте скажу, пустые, да, эмоционально, то мы можем только просить, просить, да, то есть мы не можем давать другому человеку тоже ничего, поэтому здесь нужно сохранять баланс, в первую очередь заботиться о себе, поэтому в первую очередь позаботьтесь о себе, посмотрите на свой эмоциональный фон, что у вас происходит, где у вас, давайте скажу, такие затырки, которые вам забирают у вас ресурс, да, то есть по каким причинам вы печалите, что вас больше, ну, больше такое в депрессивное состояние гоняет, где вы недовольны тем, что происходит, да, просто, ну, не знаю, можете взять там ручку, бумажку, выписать просто в этой ситуации и посмотреть, откуда ноги растут, да, то есть попытайтесь не логичным, суровым, там, каким-то рациональностью пойти через это, а через эмоции. Совет вам. Совет вам прояснить ситуацию вообще с вашим мужчиной, что у вас происходит, в том плане, что, давайте еще это скажу, если вам что-то не нравится в том, что он делает, а вы об этом молчите, а продолжаете дуть губу на то, что вот он должен делать по-другому, он, может, и не в курсе, что он что-то как-то вас обижает, что что-то он делает не так в вашем понимании, да, потому что, опять же, у нас у каждого свое понимание, свои ограничения, свои установки и вообще мир с вами рисованный, да, возможно, он действительно чего-то не знает, так вот, идите проясняйте, разговаривайте, не знаю, там, хочется, ну, как вот этот, есть запрос на поплакать, выплакаться, пожалуйста, вперед, хочется, не знаю, там, написать, там, список претензий напишите, но, допустим, пройдитесь по этому списку вместе с мужчиной, и это, давайте так, вот этот список претензий не для того, чтобы сказать, что ты дурак, а я хорошая, да, а для того, что вот мне вот здесь вот больно, мне вот здесь вот неприятно, давай мы здесь что-то решим, потому что совет вам как-то, найдите в этом ресурс, потому что в этом ресурсе есть. Мужчина любящий, да, он пойдет действительно вам навстречу, потому что опять же, я говорю, возможно, он и не в курсе того, что у вас происходит в голове, а у вас в голове очень много чего происходит, да, и если что-то не так вы видите в своих отношениях, вот в ваших, да, которые происходят, ну, давайте я скажу банальность, но 50% ответственности в этом ваша тоже есть, поэтому, возможно, действительно, вы просто молчите, просто что-то там думайте, решайте, надумывайте, поговорите с человеком, возможно, действительно все не так плохо, как вы это видите. Так, двоечка. Комментарии, лайки, подписки, пишите, как у вас там, что в отношениях, что происходит, какие ситуации, и, соответственно, если вам нужно разобраться в своей личной ситуации, пишите мне персональные, там мы сделаем вам личный расклад. Итак, третий вариант. Давайте смотреть, что между вами сейчас происходит, ситуация какая. Я бы сказала, знаете, вот это время после конфликта, то есть была какая-то ссора, была какая-то, ну, скажем так, неудобная ситуация, в которой действительно нужно было что-то прояснять, вы вроде бы как прояснили, вроде бы как чего-то добились, но, вы знаете, вот это послевкусие остается, когда еще я не совсем тебя обратно еще люблю, потому что я в чем-то где-то злюсь. Давайте вот так вот скажу. Но здесь больше про то, что действительно могло быть сказано много неприятного, действительно могло быть сделано что-то, ну, то, что, знаете, или вы специально сделали, чтобы выбесить как-то партнера, да, сделать ему вольно, или партнер как-то со своей стороны что-то сделал, знаете, от какой-то ситуации беспомощности для того, чтобы, ну, как-то вас уколоть, потому что оно по-другому, ну, не может, не знает как, да, то есть он вроде как понимает, что вы правы, да, но признать свою вину не может, и поэтому кто-то там из поддержка что-то там сделает, и вот вроде как и вы выиграли, да, и он вроде как не совсем с носом остался, да, или же наоборот то же самое, то есть вы тоже можете понимать, что ваш партнер прав в той ситуации, которая сложилась, но, не знаю, может быть, гордыня как-то не дает вам, да, вот это возможности признать, что да, была не права, да, и поэтому вы как-то там продолжаете как-то там из поддержка что-то там пассивную агрессию свою какую-то проявляет, да, вместо того, чтобы действительно, ну, сказать, что да, ну, вот как есть. И, ну, вот такое, вот опять же, да, говорю, что или это после ссоры, вот прям в ближайшее время, да, или вот прям сейчас вы находитесь в конфликте, когда, я бы сказала, ну, как никто не хочет переступать, и он больше словесного плана конфликта, ну, интеллектуального, да, нежели какие-то физические там рукоприкасы и так далее. Давайте смотреть, чтобы дальше. Что ж, женщина, на стутатни колокола выходили. Давайте так, смею предположить, что и, скорее всего, вы вот в той позиции, в роли, когда вы правы, да, вот такая фраза, я же говорила, да, вот что-то типа такое, когда вы, возможно, партнёру о чём-то там опять же говорили, да, он вас не слушал, в конечном итоге получилось, что вы правы, и, да, он как бы не может признать, да, что вы правы, но вот что-то такое происходит. Что дальше будет? Я скажу так, что, с одной стороны, вы будете вот в этом состоянии кайфа, да, вот это вот, да, да, вот оно вот как должно быть, да, вот я, ну, опять же, без меня фразы, я же говорила, да, вот это упоение вот этой своей какой-то, да, в то же время вы понимаете, что, ну, блин, а к счастью, радость это как-то особо не идёт, да, и здесь больше про то, что вы со своей стороны будете пытаться как-то наладить то, что между вами происходит. Знаете, возможно, здесь может проигрываться такая ситуация какими-то хитростями, какими-то ущерениями, какими-то, я бы сказала, женскими штучками, да, вот такими вот, где не то, что вы напрямую пойдёте к мужчине, как-то будете, ну, пытаться его, да, я так скажу, условно развеселить, да, ну, чтобы он сам пришёл, да, вот что-то типа такого, чтобы вот он сам проявился и так далее. Это одна сторона, другая сторона, давайте скажу, может быть, неприятно будет кому-то слышать, но вот это вот, опять же, упоение своим каким-то превосходством, что вы как будто лучше, вы как будто выше его, вы как будто более активно, вы как будто более, знаете, ну, вот на порядок выше и лучше, да, вот это вот, и с одной стороны, никто не сомневается, а с другой стороны, как будто бы, вы знаете, вы от этого подпитываетесь настолько, что вопрос, ну, а отношения, это какой плюс от этого? То есть, да, оно потешит ваше эго, да, оно как-то, ну, вас на какой-то момент, возможно, даже возвысит, как-то подкинет, но, здесь, знаете, вам нужно действительно правильно сыграть, в том плане, что вы можете действительно, ну, наслаждаться этим моментом, но потом действительно пойти вот через вот эту женскую хитрость, что, ну, да, ну, возможно, бывает, да, ну, да, так сложилось, то есть, то есть, я бы сказала, знаете, так вот, чуть-чуть обесценить, да, вот эту свою, правоту, что ли, давайте так скажем, давайте так, это не для всех, вот прям такой бредный совет, да, сейчас, но это то, что, вот в данном случае, оно более, вероятно, было бы, давайте дальше разложим, а то сейчас наговорю, и вот, просто нужно смотреть, что для кого тут идет, ну, да, вот, куда хотела привезти, туда она идет, к тому, что если вы хотите хороших и стабильных отношений с мужчиной, да, вот эту свою гордыню, когда я права, я лучше, я, я, вот я, 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 ее нужно немножечко спрятать, и не для того, чтобы быть на фоне мужчины, да, а для того, чтобы в перспективе, если вы его действительно любите, да, вы не тушили бы его, потому что у вас изначально идет конфликт в отношениях, да, и я понимаю, что вам хочется вот эту свою самость, вот эту свою, что я молодец, да, вот это вот правильное слово, наверное, отыграть, но никто же не сомневается, просто если вы каждый раз будете этого пианировать, каждый раз будете это показывать, каждый раз на этом будете стоять, ни к чему хорошему, это не приведет, и дальше оно идет действительно к тому, что загляните в себя, то есть для чего вы этого хотите, то есть почему вы каждый раз условно пытаетесь мужчину, как маленького котенка, ткнуть носом во что-то, да, то есть что вам это дает, что вы от этого получаете, какую там я условно дырку, да, закрываете у себя в душе, да, которая вас как-то там отыгрывает, приподнимает и так далее, да, от которой вы там кайфуете настолько, здесь больше про то, что действительно идите, ну, как стабильности, больше к взаимности, больше к, наверное, безусловности, я бы так сказала, совет вам. Здесь, смотрите, совет вам действительно понять роль мужчины в отношениях и роль женщины в отношениях, и то, как, ну, знаете, условно, если вы хотите рядом с собой императора, то, да, с одной стороны, вы должны быть императрицей, но с другой стороны, вы и не должны быть большей императрицей, чем ваш император, да, то есть женщина, она, знаете, как прекрасна из-за своих вот этой мудрости, чуткости, понимания, то есть здесь у вас не так просто это свыше, это верховная жреца, да, вам действительно здесь больше про вот эти, женские, именно вот эти интуитивные знания, чувствования, какие-то действия, да, здесь вам говорится о том, что поймите, ну, что мужчина, вот он, ну, с ним не надо бороться, да, он априори как бы, ну, вот, скажу, что прям молодец, да, ну, давайте так, если рядом с вами мужчина, которого вы хотите подавлять, здесь вопрос к вам большой, почему рядом с вами такой мужчина, почему вы такого выбрали, да, второй вопрос, не касаемый мужчины, почему вам нужно всех подавлять, да, почему вы не можете быть, ну, вот, в тандеме, в содружестве, в взаимности, в равности, да, потому что, опять же, императрица, императора не подавляет, потому что она знает, ну, как бы, не то, что прям так вот, где чье место, да, а кто за что отвечает, и она не идет на его территорию ответственности, соответственно, он не идет на ее территорию ответственности, то здесь вам нужно действительно, вообще, может быть, даже как-то, ну, поработать вообще над пониманием, да, того, а что такое отношения, кто что должен в отношениях делать, и не в плане того, что там посуду мыть или в магазин ходить, не в этом плане, а кто что делает для отношений, чтобы они длились дальше, да, вот в этом плане. Такой пучительный какой-то расслаб получился, но с вас лайки, комментарии, подписки, пишите, что у вас в отношениях происходит, что у вас там за ситуация такая, где нужно действительно показать себя, да, проявить себя, ну, и, соответственно, до новых встреч, пока-пока.